В Иркутской области В Устилимске также наблюдается ежедневный прирост заболевания. Буквально за эту неделю он составил 42 случая. В медучреждениях города для персонала введен масочный режим. Гражданам настоятельно рекомендуют использовать индивидуальные средства защиты при посещении поликлиник в общественных местах, транспорте и вовремя поставить прививки. В летний период многие граждане передвигаются на велосипедах, самокатах и электробайках. В последнее время устилимские паблики все чаще пестрят публикациями о пропаже двухколесного транспорта. Жители, как правило, сами небрежно хранят свое имущество, оставляя его в подъездах и на улице без присмотра и использование специальных блокировочных устройств. В связи с этим я обращаюсь к жителям нашего города. Все-таки побеспокойтесь о своем имуществе. Если у вас нет места, где хранить велосипеды, самокаты и вы их храните в подъездах, то элементарно используйте тросы, либо какие-то другие средства, которые бы сохранили ваше имущество. Целесообразно весь период использования оборудования сохранять документы на имущество, а также чек, свидетельствующий о его покупке. Кроме того, не лишним будет сделать фотографию транспортного средства на мобильный телефон. Это окажет большую помощь в розыске, если, например, велосипед похитят. Если кража все-таки произошла, как можно скорее сообщить об этом в дежурную часть полиции. Губернатор Приангарья Игорь Кобзев подписал указ о единовременной денежной выплате в размере 50 тысяч рублей первокурсникам, детям военнослужащих, сотрудникам государственных органов и органов внутренних дел, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины. Выплаты начнут предоставлять с октября этого года. Обязательные условия ее получения. Студенты должны быть зачислены в вузы по программам бакалавриата и специалитета. Сейчас Министерство образования утверждает порядок и условия предоставления господдержки. 11 августа сотрудники госавтоинспекции Устилимска провели профилактические мероприятия, направленные на выявление грубых нарушений правил дорожного движения. В результате рейда выявлено 10 нарушений ПДД, 4 правил тонировки, 3 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения, один из них повторно управлял автомобилем в нетрезвом виде. Без прав управления задержан несовершеннолетний водитель мопеда. Транспортное средство изъято и поставлено на штрафстоянку. 12 и 13 августа на дорогах города и района сплошные проверки продолжатся. По данным госавтоинспекции, за 7 месяцев текущего года на дорогах Приангарья произошло 181 ДТП, в которых водители находились за рулем в состоянии опьянения или отказались проходить медосвидетельствование. В данных происшествиях 50 человек погибли и 250 получили травмы. Полиция напоминает, что кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 30 тысяч рублей. С лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет. И призывает граждан с активной жизненной гражданской позицией не оставаться в стороне и сообщать о подозрительном поведении водителей на проезжей части. Оказывается действие правоохранительным органам в пресечении подобных фактов. Вниманию жителей города! С 20 часов 12 августа до 20 часов 25 августа в Усть-Илимске будет временно прекращено движение транспортных средств по верховому мосту через реку Ангара в связи с проведением фрезерования асфальтобетонного покрытия моста. В обозначенный период объезд необходимо осуществлять по лесовозной части моста. Всем участникам дорожного движения следует проявлять внимательность и осторожность, соблюдать правила дорожного движения, руководствоваться требованиями установленных дорожных знаков и указателей. Число детей, которые пострадали от укусов бездомных собак в Иркутской области, выросло в 3,5 раза. Так, в 2021 году выявлено 33 случая, а на 1 августа 2022 уже 115. Кроме того, в 2 раза выросло количество детей, пострадавших от укусов домашних собак. В 2021 – 17 случаев, в 2022 – 35. Иногда на несовершеннолетних нападали стаи безнадзорных животных. Такие факты известны и в Усть-Илимске. Однако администрация города уверяет, что жалоб от горожан стало поступать меньше, и за 7 месяцев текущего года отловлено 118 бездомных особей. Но впереди окончание дачного сезона, а значит, количество бродячих хвостатых только увеличится. Как итог, они снова начнут нападать на людей. 7 августа под куполом спортивного комплекса «Илим» прошел первый выездной турнир по смешанным единоборствам и кулачным боям «Хозяин тайги». Организатором выступил житель Усть-Илимска Антон Заборцев при поддержке Сибирской бойцовской лиги. Заявившиеся спортсмены устроили в клетке настоящее шоу. В поединках схлестнули сильные соперники. Кулуев Бэйман – действующий боец ACA, чьи нокауты обсуждала элита мирового спорта, против крепкого и дерзкого усть-Илимца Шахляра Мусаева. Карен Манукян выступил против бойца из Киргизии. В кулачном бою состязались Николай Энтипов и Всеволод Ерешко. АПЛОСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Некоторые поединки длились всего несколько минут, и соперник отправлялся в нокаут. В иных случаях определить финалиста было непросто, поскольку спортсмены, как казалось, были одинаково сильны и умелы. Поэтому иногда требовался дополнительный раунд. В главном бою вечера был разыгран пояс в тяжелом весе. Между иркутянином Романом Лукашевичем, мастером спорта по джиу-джитсу, грепплингу, боевому самбо, рукопашному бою и Ильей Майюровым из Новосибирска, абсолютную победу одержал наш земляк. Победу одержал боец странного ума, Роман Лукашевич! Ваши самые громкие аплодисменты! И она заслуживает поиска в нём в тяжелом весе. Все несколько часов, пока шли соревнования, болельщики внимательно следили за происходящим. А здесь действительно было на что смотреть. Мало какое спортивное мероприятие сравнится с этим по своей зрелищности и адреналиновому азарту. К подобным спортивным праздникам в Истелимске всегда прикован интерес даже тех, кто далёк от спорта. Эта организация популяризирует славное наследие российской школы единоборств. Держи! В этом турнире, как и в любых других, есть победители и побеждённые. Здесь мы не видели ни трусости, ни слабости, только мужество, силу и благородство. Для чемпионов эта победа стала пропуском на самые престижные арены. В день российского флага в Истелимске пройдёт танцевальный флэш-моб. Желающих приять участие в танцевальной акции «Вперёд, Россия!» под песню Олега Газманова. Приглашают на репетицию, которая состоится в универсальном зале ГДК «Дружба» в следующий вторник. Что получится у стилимских патриотов, жители города и его гости увидят 22 августа на празднике российского триколора, который начнётся в 18 часов на территории парка Дворца культуры «Дружба». Алена Феоктистова, Антон Емельянов. Информационная программа «Северный город». Антон Емельянов